здравствуйте на канале это он тв программа тема дня я михаил горин со мной студии мои коллеги журналисты лазарь данович здравствуйте и цвизель бюро плохой израиль так назвал свой пост в живом журнале известный российский блогер я прошу прощения удачи илья варламов да прошу прощения еще раз в котором он изложил свои впечатления от общения с израильскими чекистами так он назвал работников службы безопасности талийвирского аэропорта которые в течение четырех часов как он пишет допрашивали его когда он приехал в нашу страну впечатления у него стали самые негативные в конце он пишет что не собирается больше посещать израиль и в этом посте он подробно описал как это все было неприятно цинично неправильно на его взгляд что к нему придирались вот в принципе это старая тема коллегии много раз пишут и жалуются на то что наши службы безопасности в талийвирском аэропорту слишком дотошные слишком пристрастные может быть что-то в этом есть ну не знаю что в этом есть я не думаю что в этом есть злой умысел у нас все-таки не совсем простая ситуация и если эту историю вот чуть-чуть поворошить поводом для того чтобы вы продержали несколько часов и опрашивали скажем так интересовались стало то что он до этого посетил несколько арабских стран не лучшим образом настроенным да как он сам пишет что у него что он прилетел из арабских эмиратов и у него есть открытая виза в сирию да конечно это вызвало вопрос я не думаю что здесь был какой-то злой умысел а блогер это же ведь такая как бы стезя что дай бог бунт называется вот ему бог бунт дал ему есть о чем теперь написать четыре часа но совсем не так уж много если вспомнить как ночевал иосиф даюдович кобзон в аэропортовской тюрьме то ну не ночевал но тоже несколько часов провел долгих вот наверно все таки фигур чуть крупнее понятно цви но смотри ведь были случаи мы хорошо знаем когда претензии к службе безопасности были достаточно объективный за которые потом пришлось безопаснее извиняться мы знаем случай как с российской уже фото журналистом когда пришлось возвращать ей вернули фотоаппарат совершенно непотребными снимками были другие случаи с нашими коллегами которые были здесь гостях и которым достаточно пристратно отнеслись на выезде первое что я бы хотел сказать господину варламу что если господин варламов собирается в будущем посетить обвиненные арабские эмираты сирию или иран то ему будет позаботиться о том чтобы сменить паспорт потому что если там будет израильская виза не виза смысле а штамп израильского аэропорта бен-гурион то я думаю что то что ему устроили в израиле ему так то что ему строят там то то что вы устроили в израиле просто покажется детством по сравнению с тем что ему могут устроить там поэтому господин варламов если вы собираетесь дальше путешествовать по нашему неспокойному региону, если вас вдруг занесет в Халифат, в Ливан, я не знаю еще куда, то позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы в вашем паспорте не было никаких штампов на иврите. Но это так, к слову. На самом деле проблема, конечно, существует. Во-первых, я даже где-то согласен. То есть, как бы первая реакция, которую я, кстати, видел в социальных сетях наших многих блогеров, да, вот мы в таких условиях живем, нам приходится принимать меры предосторожности, господа, шпион, диверсант, можете мне поверить, он бы приехал сюда с чистейшим паспортом. Поверьте мне, что у диверсанта здесь не было бы в паспорте никаких там подозрительных печатей. Это первое. Второе. Ребята, которые там работают, считают это своей миссией. Они защищают Израиль, не спасают Израиль. В этом смысле сравнение с чекистами довольно точное. Когда прибывает россиянин с татарской фамилией, у него начинаются проблемы, если он там какой-нибудь там Абдулаев или там еще что-нибудь в этом роде. Это проблема, которая известна. Это проблема, которая известна. Я думаю, что еще, кстати, одна вещь, которую указывает там Варламов, что я, говорит, известный блогер, если бы они действительно интересовались моей персоной, они могли бы просто зайти в блог, в интернет, и за пять минут они бы узнали... Ну, как вы могли бы прогуглить меня? Да, совершенно верно. Кто я, где я был, с какой целью. Это на самом деле так, потому что методы работы наших вот этих пограничников, они не менялись уже довольно давно. Их на самом деле совершенно не интересует этот человек, у них един... В смысле, у них совершенно нет никакого индивидуального подхода там. Я помню в свое время они в общую очередь Элтона Джона поставили, когда он первый раз прилетел в Израиль на гастроли. Да, когда такой прием, что потом на следующий день Рабин извинялся перед ним. То есть, они работают по системам, которые разработаны были много-много лет назад. У них универсальным средством является допрос. Упрос. Допрос. Что человека мучает 4 часа? Если он диверсант, он тебе ничего не скажет. Пытать его ты не имеешь права. Вот зачем человека 4 часа там допрашивать? Чтобы он где-то что-то забыл, где-то оговорился, и тогда сказать, а, вот тут у тебя не сходится, мы тебя отправляем обратно. Смысл? Какой в этом смысл? Если уж мы отменили визы. Давайте будем открытыми, давайте будем доверять до конца. Давайте будем открытыми до конца. И таких нареканий очень много на эту пограничную службу. Я считаю, что нельзя все оправдывать интересами безопасности. Разумеется. Потому что диверсант, он приедет с чистым паспортом, он приедет, к нему не подкопаешься. И с теннисными ракетками. Совершенно верно. На допросе он тебе ничего не скажет. Даже за 24 часа. Я вам расскажу другую историю, которая произошла почти тогда же. То есть, буквально полторы-две недели назад. И я о ней писал в газете «Вести», общался с одним из ее героев. В том же месте, в тот же час, то есть, в аэропорту, Бен-Гурион, прилетела молодая женщина, ее зовут Александр Руснак, с годовалой девочкой по имени Аделина, они прилетели к самому папе. То есть, гражданину Израиля. Гражданину Израиля. Гражданину Израиля, папе этой маленькой девочки и гражданскому мужу. Прости, я перебью, а она не гражданка Израиля. Она не гражданка Израиля. Она гражданка Украины. И он тошавхозер. То есть, он возвратился... Вернувшийся гражданин. То есть, я объясню, человек, который, израильтянин, который жил за границей Израиля и вернулся обратно. Вернулся. Он был увезен отсюда очень маленьким. Привезен очень маленьким и очень маленьким увезен. И вернулся сейчас уже взрослым человеком, оставив на время там свою жену, которую он считает женой и называет женой, и ребенка. Пригласил их сейчас сюда на допустимые 3 месяца с обратным билетом, со всеми делами, чтобы они осмотрелись, так сказать, его супруга осмотрелась здесь. Как-то прикинули. Потом у них было в планах, что он поедет туда, они заключат брак. В общем, сделают все как следует. И потом уже она приедет сюда, как его законная жена. Видимо, так было. В общем, их забрали, как забрали нашего блогера, девочку и молодую женщину. Их продержали трое суток, не четыре часа, а трое суток вот в этом приемнике распределителя. Назовем его просто тюрьмой аэропортовской, где ребенку не хватало элементарных вещей. Вещей. Это не тюрьма, там даже нет элементарных условий. Там нет никаких условий. Там вообще ничего нет. Она сказала, мне нужно детское питание и принесли какое-то детское питание, которое ребенок вообще не ел. В общем, намучились, они со страшной силой. В это время нарезал круги. Папа в жутком состоянии. Как? Что? За что? За одно. Только за одно. Оговорилась, как ты правильно Цви сказал. Во время этого опроса женщина оговорилась. Она сказала, здесь живет папа моей дочери. У нас в планах воссоединить семью. Но пока я приехал просто оглядеться. Это нарушение всех инструкций МВД. И вот мой обратный билет. Да, здесь есть такой бюрократический подвох. Никакого ни одного нарушения там не было. Нет, нет, есть. Если твоя цель туризм, ты не можешь сказать, что ты приехал в турист. Либо ты турист, либо ты должен определить свой статус. Да, то есть не говори честно. Не будь честным, это плохо кончится. Если хочешь быть честным, тогда въезжай как жена. И это по-другому оформляются документы. Мы не можем, конечно же, призывать кого-то говорить неправду. Не важно. Я хочу вам сказать, что из этого вот Сипур Иши, история жизни, страшные застенки, чекистка, которая с ним кокетничала, как он пишет, и так далее. И все это очень красиво, мы тоже умеем это описывать. А это я вам говорю ситуацию трехсуточное заключение людей, которые ни в чем в принципе не виноваты. Но, в отличие от заголовка плохой Израиль, женщина, улетевшая назад, ее депортировали. Прямо к трапу самоизоляции. Да, известно, было решение суда по этому поводу. Суд отказал в апелляции. И я потом говорил с этим парнем, он говорит, ну, у нас нет чего-то такого страшного, руки не опустились, мы все равно все это сделаем, мы будем здесь жить, все вместе, все. Нет у него такого, он не написал плохой Израиль. Хотя он, он и они пережили, наверное, все-таки больше, чем этот сочинитель. Да, тем более, что суд оговорился, что если они оформят все документы, как положено, никаких препятствий, решение этого суда не будет являться препятствием, чтобы она въехала в страну. Можно было обойтись без трехдневного мучения ребенка. Понимаешь? При въезде в США все вот эти нормы это еще надо возвести в квадрат. Европа, может быть, более либерально. В США попробуй не так ответь на один вопрос. Я через это прошел, имею горький опыт. Все прошли. Да. И вот тут мы пришли к последнему, наверное, вопросу, который сейчас затронул Лазарь. Вот все проблемы, которые возникают у людей, которые въезжают в страну, и когда они выезжают из страны, не будем искывать, у многих возникают проблемы. Служба безопасности и соответствующие органы, как это принято говорить, оправдывают тем, что, смотрите, у нас нет терактов в аэропорту, имеется в виду, у нас все спокойно. Это значит, что мы эффективно действуем. Вопрос в том, как сбалансировать так, чтобы человек не жил трое суток, будем прямо говорить, в скотских условиях, даже при том, что он не прав. И чтобы у человека, у этого Варламова, я не знаю, насколько он прав или нет, не оставалось такое, как и у любого туриста, не оставалось горького впечатления. Надо сразу уточнить, что случай, который описал Лазарь, он к безопасности не имеет отношения. Здесь никакого отношения к безопасности не было. То есть, ее не подозревали в том, что она террорист. Это тоже своеобразный уровень безопасности. Нет, нет, нет. Это была совершенно четкая политика по поводу цели приезда в Израиль. Поскольку они сюда приезжают, россияне, украинцы, Грузия, тем более, я не думаю, что молодую женщину с маленьким ребенком должны были заставлять трое суток, так как описывает Лазарь, жить вот в таких условиях. Абсолютно, абсолютно согласен. Это совершенно нарушение элементарных гуманитарных норм. Если вы человека задерживаете на несколько суток, для этого должны быть условия. Потому что там просто стул и больше ничего. Нет, там есть кровать. Это не тюрьма. Может быть, там есть кровать. Нет, там есть, очевидно, какие-то камеры. Нет, там нет самых элементарных условий ни душа, ни туалета. Ничего. Там масса неудобств. То есть, либо построите там какой-то изолятор, какой-то там, не знаю, СИЗО, для того, чтобы там были хотя бы элементарные условия для содержания этих людей, либо не делайте это, не производите задержание на такой длинный срок. Просто я хотел бы, я хотел бы привести крошечный штрешок, который уже касается и господина блогера, и вот этой семьи Казаковых. просто, чтобы знать, с кем они рядом. Значит, недавно МВД постановило, что МВД выдаст по 10 тысяч шекелей отступных 21 нелегалу из Африки, в связи с тем, внимание, в связи с тем, что уже после отмены богатцам второго варианта закона о нелегальной эмиграции, им пришли повестки о том, что они должны явиться, в центр временного содержания Хулот и там поселиться. За это им за моральный ущерб им каждому по 10 тысяч шекелей будет выдано, чтобы не плакали. Плач девочки годовалой из Украины и рыдание блогера, они не стоят таких денег, каких стоят страдания нелегальных нарушителей границы, нарушителей всех возможных и невозможных законов, полных, так сказать, непрошенных гостей, им надо заплатить. Я за такое, понимаете, вот мне кажется, что это просто демократия, расцвет ее, это просто букет демократии. Лазарь, я понимаю твой пессимизм, но я считаю, что здесь есть и другая проблема, просто люди из бывшего СССР в силу своей культуры не подают суд. Как? Они подали? Есть в Израиле адвокаты, которые заведут такие дела, которые подают суд и получают компенсацию. С них можно получить компенсацию, только была бы воля, потому что обычно эти люди, когда их вызывают обратно, они говорят, оставьте меня, я хочу это поскорее забыть. А хлопчики, которые прожили 25 лет в очень страшной африканской деревне, они, видимо, юридически грамотней и граждански более припознанной. Я прошу прощения, это другая тема, мы, безусловно, ее затронем, потому что действительно вот эта диспропорция, она очевидна, когда одного человека держат в камере временного содержания трое суток с маленьким ребенком, в то же время у нас в стране находится, даже по официальным данным, 60 тысяч нелегальных иммигрантов из Африки. Поэтому эта тема, безусловно, серьезная, она заслуживает отдельного обсуждения. Я, наверное, подведу итоги, не то, что подведу итоги, коллеги, спасибо за это обсуждение. Я даже не знаю, что сказать. Господин Варламов вот тут в конце пишет в заключении своего поста, что сейчас комментарии, это цитата, сейчас в комментариях израильские читатели начнут свою традиционную песню. У нас такая обстановка, наши спецслужбы нас берегут, мы готовы терпеть неудобства ради безопасности. Вы знаете, я с ним соглашусь, хотя он явно иронизирует. Я действительно, как израильтянин, готов терпеть неудобства ради нашей безопасности и ради безопасности тех же туристов, которым причисляет себя и господин Варламов. Хотя не отрицаю того, что нужно найти какую-то золотую середину, чтобы к людям относились чуть внимательнее, чуть-чутьче. Спасибо, коллеги, всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok